Я прилетел вместе с группой Европавловной Италии, как я уже сказал, из Баршавы. И цель нашего приезда это проявить солидарность с европейским выбором Украины. Я думаю, что то, что сейчас мы увидим в Киеве, это рейдерская атака со стороны Владимира Путина на украинскую государственность. Это наглая, беспрецедентная попытка перехватить всю страну, всю нацию, ее будущее. И, естественно, когда дело касается таких вещей, мир не может оставаться безразличным. Мы не для того, чтобы требовать каких-то политических требований внутри Украины, это не наше дело, это не дело иностранцев. Мы здесь не для того, чтобы высказать эту солидарность. Мы не для того, чтобы поддержать конкретную политику или политическую силу, хотя нас связывают партнерские отношения с некоторыми партиями, которые участвуют в этих акциях. Но мы для того, чтобы проявить и выставить свою солидарность украинскому народу, той молодежи, той лучшего будущего. И, естественно, когда мы это делаем, мы думаем про будущее наших стран. Судачи президентом, вы также разгоняли мирные протесты с газом и водометами. Сегодня вы не президент, вы защищаете право украинцев на мирный протест. Мечтаете ли вы, что ваше участие дискредитирует этот мирный протест? Что вы можете сказать? Я хочу сказать, что в 2007 году, после того, как мы провели радикальные реформы, много людей вышло на улицу. В столетии Грузии, а Грузия маленькая страна, десятки тысяч человек остались в неработе, потому что мы прикрыли многие бюрократические учреждения, многие люди остались без привилегий, много людей не могли брать взяток. Были люди, которые были действительно справедливо обижены, они вышли на улице. И я ушел в отставку и назначил новые выборы. И это мой ответ на ваш вопрос. Я, естественно, приехал в Украину ни копья попить, ни развеяться. Я прилетел сюда как частный лицом на экономическом классе самолет и с большим показом. И хочу сказать, что чувствую себя в этой функции очень положительно. Но о чем я говорю? Что мы передали эту власть, и каждый раз мы реагируем на действия людей. Соответственным образом, самое худшее, что может сделать любой правитель, не прислушиваться к мнению людей или попытаться каким-то образом незаконно пройти свое существование. Вот и все.